Всем привет! Продолжаем играть в Crusader Kings 2. Как вы помните, я выдвигался в сторону различных авантюристов, чтобы их наказать и чтобы они тут на моих землях не творили бесчинства. Вот сюда я выдвинул свою армию, которая вот сейчас туда двигается. Да, на моем канале спасибо такому подписчику, как Андрей А, если я не ошибаюсь, оставил довольно-таки интересные и очень хорошие комментарии по поводу развития в игре. И я их на некоторые, наверное, советы, этими советами воспользуюсь. Например, здесь он посоветовал распустить вообще всех пехотные подразделения и сосредоточиться пока только на кавалерии. Да, это мы сейчас сделаем, но после того, как здесь немножечко разобьем, ну и денег у нас когда накопится, потому что там одна кавалерия стоит аж 126 монет. Вот, самая дорогая здесь на текущий момент. Да, и будем, как он сказал, что лучше не строить, например, в некоторых провинциях крепости, а тупо застроить их городами. И денег много, ну и остальные плюсы. Все, конечно, советы я не смогу сразу выполнить, я еще над ними подумаю, но было довольно-таки интересно. Так, ну что, двигаемся, да? Что у меня тут новых решений? О, я могу провести турнир. Так, священная реликвия, чтобы святыни были уверены, что... Да, это замечательно. Местный риск восстания. Да, давайте. Провести турнир мы можем. 200 монет стоит. Жалко. Как-то не хочется. Так, что тут у меня? Вассал. Ну, он у меня самый такой развитый. Тут по-другому, наверное, и никак не сделаешь. Давайте его назначим. Пожалуем ему подарок. 27 монет. Будем задабривать помаленьку. Так, этих тоже будем. Давайте тоже всем отправим. Послать подарок. 44 монеты. Ну ты охреневший. Ладно. Не жалко пока. И 15. Отличненько. Пусть они более-менее ко мне сейчас относятся. Мы денег сейчас тоже подкопим. Так, разобьем сейчас этих гадов. Прибудет 7 сентября. Че, не убегаешь? Ну ты вообще молодец. И тут, я смотрю, подмога ко мне тащится. Так, 2 сентября на корабль прибудет. А вот я теперь сейчас тебе тут войско подминил. А вот так вот. Я думаю, как раз хватит на то, чтобы пришли мои боевые пацаны. Да, вот они нормально, короче, успели. Жалко, не отбили голову этому гаду. Так, ну тут мы распускаем, конечно же. И свое могучее войско. Куда бы его еще отправить повоевать? С этими мы будем воевать только в следующем году, если я не ошибаюсь. 6 июля 39-го. У нас еще полно времени. Целый год практически. Так, давайте войска пока вернем в центральную провинцию. Хортится. Ну, этим мы займемся как-нибудь позже. Может быть, накал страстей спадет. Как вы помните, Хазария и поляки сейчас объединены в пакте, как две католические державы. Вот, смотрите, католичество здесь. Хазары приняли. Гады такие. Католичество. Вот. И получаем... Ох, ничего, тут сколько католичества. Какая сила. И у нас остается пока возможность повоевать с язычеством. Их не так много. Поэтому можно и не опасаться того, что они состоят в пакте. То есть я нападаю на Соми. Шведы мне с Норвегии также начинают объявлять войну. Ну, сделать попробуем все очень быстро. Ну, надо денег накопить, да? Чтобы полностью... Так, давайте сразу разделим. Вот так вот все сюда. Так, ну и тут конница осталась, да? Замечательно. Так, конница, конница. Вот конница. Ну, и опять же сюда этих товарищей. Ну, пока... Давайте пока сюда отправим. Все равно их, наверное, распущу. Полторы тысячи у меня конница, да? Здесь... Две сто... Обычной армии. Так, ну что? Распустим частично. Так, давайте я пока тяжелую оставлю полностью. А вот... Так, ну тогда сюда тяжелую перекидываем. Тысяча чистой тяжелой пехоты. Ну, вот этих уже можно тогда попробовать распустить. Конечно, я сейчас теряю силу, но у меня вроде бы пока больших проблем тут еще не наблюдается. Так, тысяча тяжелой пехоты. Кайф тогда вот сюда. Так, ну и сколько я сейчас могу поднять? Так, конница. Раз. И еще ждем монеток. Хотя, может, сразу подождать, чтобы деньги были, а то... Найму этих, и у меня ресурсы-то значительно сильнее начнут... Исчезать. Гвардия уже 10 монет живет. Так, так, так. Объявляется война моих вассал. Так, ну, здесь, как вы помните, я еще не могу пока на месячность сделать. Потому что вице-королевство... Я еще не обладаю большим таким количеством вассального лимита, чтобы потерять минус 5. У меня будет тогда совсем все плохо. У меня вассалов еще много. Поэтому пока не стоит. Что я могу сделать, кстати? Здесь создать герцогство можно... Здесь можно уже и королевство создать, да? Так, а что это? Вот Булгария вся. А, надо создать сперогерцогство Булгария. Потом королевство Волга. Так. Здесь. В принципе, тоже можно будет его отдать. Хм. Вице-королевство. И мне бы советовали еще республики. Кстати, что у нас здесь? Ну, это явно не торговая республика. Вот Венеция, например. Торговая республика, по идее, должна быть. Да, но мне до Европы еще далеко. Мне еще вот сколько тут отгрохать надо. Здесь хотя бы до Греции дойти. Я не знаю, стоит ли идти на Хазарию. Здесь скоро будет появляться, ну, через несколько сотен лет. Монголы. Пусть они тогда уж Хазарию захватят для начала. Силы немножко потратят, а уже потом с моей армией будут встречаться. Поэтому я как-то думаю, что надо идти на север. Здесь максимум захватить Крым. На Кавказ, наверное, еще не пойдем. Ну и идти в Европу. Все. Такие пока планы. 37 монет. Так, объединяемся. И им надо бы, наверное, из тюрьмы-то повыпускать, товарищи. Католичество. А что ты у меня делаешь тогда тут? Давай-ка я тебя выгоню. Могим он из страны. Так, вот ты тоже, что ли? Все католики. Ну, тогда вон. Замечательно. Замечательно. Пусть где хотят пребывают. Так, 35 лет эти еще сидят и живут. Неплохо, я смотрю. Этих отпускаем. Денег все равно за них никто дать не хочет. Поэтому будем просто их отпускать. А вот за это еще дают 74 монеты. Давайте им предложим. Этих отпустим. Так, ну что тут у нас? Три года. 74 монеты, да. Закончилось строительство владения храмом в провинции Тверида. Я просто счастлив. Прекрасно. Здесь еще денежек срубили. Смотрим. Вот, храм у меня есть. Теперь у меня в провинции можно поднять. Интересно, сколько воинов. 1400 монеты, но неплохо. Так, пока распустим. Это у меня что? Так, так. Тоже распустим. Великий турнир я пока не хочу проводить. Так, давайте до конца еще освободим. Эстония. Так, а ты у нас что? Когда ты этим владел? Да, ну уже у человека ничего нет. Сумасшедший пьяница. Давайте я его отпущу. Пусть валит на все четыре стороны. Может денег за него немножко получим. Да, вот 10 монет за него предлагают. Вот это товарищи. Что у нас? Из Мари. Если мы... Так. Отозвать титул не получается. Тогда... Изгнать у страны? Нет. Обидятся люди. Помолвка обучить, передать, отозвать. Просьба отключения. Уменьшить ваше благочестие на 100. У меня 1300. Если оно будет удовлетворено, сильно разозлит родственников отключенного лица. Вообще плевать. Давайте посмотрим. Так, легенды ходят. Если двинуть, соглашаю выплату данную сумму. Хорошо. Так, ваша благодать. Гнусные выходки, которые вы убедили на княгине, более не могут игнорироваться. Мы согласны с тем... Молодец, патриарх. Давайте патриарху еще пошлем подарок. Это не улучшит мнение о вас. Уже посылали, значит. Итак, тут у нас мнение с ним неплохое. Отлично. Эту дуру мы отлучили. Что у нас тут получается? Вот, отлучен от церкви. Прекрасно. Мы теперь ее можем спокойненько из тюрьмы выпустить, да? За деньги. Отправляем. Так, это у меня тут что? А, вот. В церковь надо назначить хорошего, интересного человека. Достаточно умного и грамотного. Вот какого-нибудь такого, да? Интриганта. Ну, ладно, не будем пока. Так, все земли. Пол все равно в тюрьме. А, нет, полмужчина. В тюрьме. Хм, в тюрьме нет. В браке все равно. Правитель, религия, наша религия. Так, отлично. И смотрим, кто у нас тут есть из свободных. Так, 19. Неплохо, в принципе. Но мнение у него не очень, да? Считает меня тираном. Это не есть гуд. Этот данный господин циничен. Это я циничен. Ага, а он набожный. 18. Хороший показатель. Можно, в принципе, ему предложить. Поработать на нас. Так, 31. Так, ну вот у этого получше. 23. Мнение о нас. Но он имеет черту амбициозный. И это тоже не очень хорошо. Этот грек. Этот тоже грек. Ну-ка, давайте посмотрим. Пригласить священника Никита. Посмотрим на Никиту. Как он будет. Так, вот Никита. 9 всего лишь. И еще он завистливый. Глеб. Посмотрим на Глеба. Вот Глеб у нас есть. Вообще тупой. Что за издевательство? Святослав. Вот, Святослав есть. 13. Удовлетворенный. Ну, почему нет? Давайте ему пожалуем. Епархию. Отправили. Все прекрасно. 400 монет у нас уже, между прочим. Этого освободили. Точнее, эту прекрасной. Желаем вам жить в гармонии. Мы предлагаем, чтобы... Придворный. Да, забирайте. Так, эта дура вышла, да? Она нас ненавидит. Мы сюда, к ней в гости, отправляем свою гвардию. Ну, пока возьмем эту гвардию по барабану пока на конницу, да? Сейчас мы объединимся здесь. И попробуем взять ее, эту госпожу, под свой контроль. О, вятка мне принадлежит. Надо, кстати, будет ее, наверное, отдать кому-нибудь. Так, сроки перемирия. Ну, вообще супер. Еще, блин, стресс у чувака. Так, а у меня, кстати, на воспитание никого нет. Мне нужен вот этот вот пацанчик. Возьму чисто сынишку своего. Так, я. И он. Все. Предложить опекунство. Да, давайте предложим опекунство непосредственно своему наследнику. Второго наследника я подумаю, как бы прикончить потом. Так, вот, пока объединимся со своей великой гвардией. И попробуем... Так, так, заключить тюрьму. Попытка ареста цель удельная, шанс на успех. Если попытка провалится, она может объединить вам войну в другую страну. Отдельное лицо отлучено от церкви, поэтому никому нет дела до ее судьбы. Отправляем к оружию. Все, и стоим и ждем. Сильно, как говорится, не торопясь. И сейчас вот по совету Андрея сделаем так со всеми остальными. Еще и денег срубим на них. Неплохо, неплохо. Я, конечно, подозревал, что так можно, но, блин, не до такой степени. Так, ну что, у меня есть деньги пока. Можно попробовать в Язьме пока городок. Ах, вся, блин, я же хотел все на гвардию спилить. Дождемся тогда. Денег. 37 монет. Неплохо, неплохо. Гвардия у меня еще не до конца восстановилась. 19 солдат в месяц идет. Здесь изменяется на минус 6%. Ну, можно даже и не лезть в большой такой замес. Смысла я не вижу пока. Великая княгиня наследует титул из земли. Так. Так. Превосходно. Престижи уже 8 тысяч. Мне бы, конечно, благочестия побольше отгрохать. Регент назначен. Стратак. Кстати, можно уже жениться, да, на более старой особе. Хотя и эта еще уже тоже старая. Так что, я думаю, не сильно от нее мы много детей получим. Почему минус 8%? Я вот понять не могу. В чем вопрос? Так. Удельный князь приводит мне доказательства того, что Тысицкий подло клевещет на меня. Слишком много герцогств. Не знаю. Что за хрень? Приберегу пока. Да, тут большой бучу мне затеяли. Так, 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 дочка. Так, амбициозно я делать не буду. Да вы заколебали. Ничего не буду делать. Так. Ну что, ускоряйтесь. А что, у меня меньше стало процентное соотношение? Плохо. Превосходство в численности у нас небольшое. Технология 1.1. Базовое значение минус 0.25. Укрепленность, кстати, здесь 5.50. Да нифига, укрепостные укрепления стоят. Крепостные стены. Молодцы какие. Технологии сюда уже дошли. Премесленники. Спасибо вам. Деньги, они всегда у меня в почете. Так, военную казну, кстати. Я и забыл уже про этот модификатор. Ну давайте. Амбицию. Так, здесь у нас уже по 7.4%. Тоже нормально. В общем, все складывается неплохо. Можно, конечно, сейчас послать. Попробовать. Ну, как конницы-то брать? У меня тут всего 1000 тяжелой пехоты. Вот этого мало. Поэтому пока не вижу смысла в попытке штурма. Хотя, по идее, да, вот конница, вот рыцари должны спешиваться и брать лестницу и вперед. Хотя фиг его знает. Посмотрим. Так, что у меня здесь? С гвардией. Можно уже набрать. Ну, подождем еще. 7 солдат в месяц. Мало. Да вы там офигели уже своими разборками. 18.23. Я потерял вассала, получается, да? Теперь можно минус 5 сделать. И назначить вице-королевство. Интересная мысль. Ну, прям превосходно. Предлагаем мир. Отлично. Я могу ее выгнать. Отзываем титул. Отправимся. Так, выдвигаемся вот сюда. Как, кстати, ко мне относятся люди? Тиран слишком много герцогств. Ну, вот это герцогство, вот это мы сейчас как раз и отдадим кому-нибудь. Два герцогства. У меня, помнится, там были интересные люди. Так, сделаем. Патриарх. Глеб. Воскомерный, усердный, но не очень. Так, 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 сюда. Глеб не очень. Девки это вообще не Камильфо. Так, Борис. Борис у нас поганый завистник. Не очень хорошо. Давайте еще посмотрим. Василий. Хотя проще, наверное, вот так смотреть. Че я парюсь? Обыскать двор. Мужчины. Тюрьма нет. В браке все равно. Наша религия. Ну и, блин, культура. Посмотрим. Так, так, где у нас тут? Например, показатель вот такой. Завистник. Здесь вот интрига. Надо бы поменьше какого-нибудь найти. Слабенького. Так, придворный. Вот. Совсем плохо. Вот этот уже ничего. Но это Тысицкий. Сынишка, да? Так. Патриарх. Этот болен что-то. Хотя, в принципе, подходит. Бастард вашей династии. Какой-то, блин, шлаг. Так. Придется еще звать. Федот. Ну, военный он очень плохой. Ну, вот образованность. Надо бы запомнить про этого Федота. Какую-нибудь его церковь потом подкинуть. Так. Еще дворянин. Вот стоп. Священник. Ростислав. Ну, вот более-менее. Ему можно... Так. Вятка. 11, 13, 12. 12, 13, 12. Тут почти шестьсот рыл можно поднять. Мне бы так, чтобы шансы уравнять этих товарищей. Так. Ну, давайте этому дадим. Марии ему дадим. Вот так. И вятку сейчас. Матфей. Ну, военный наук у него не очень. Давайте тогда дадим. Так. Вятка. Вот, вятка. Отправляем. Теперь смотрим. 30, 25. Ну, этот круче. Военный. Начнут дрязги стопудово. Зато 13. У этого, этого 4. Ну, давайте вятки отдадим. Сто процентов. Слишком много герцогов. Стало минус 20. Уже более-менее. Ну, и теперь отправляем сюда свою гвардию. Сейчас я ее разделю. Сюда кидаем чистую конницу. А этих распускаем. Все, осталась одна тупая, ну, в смысле тупая, сильная гвардия. И теперь все деньги сейчас бухаем на нее. Аж 4 отряда удалось купить. И сейчас у нас, может быть, даже будет большой минус. Сейчас глянем. Вот, аж 15 всего плюсом стало. Совсем мало. Ну, что ж, друзья. Всем спасибо за внимание. Будем продолжать развиваться и воевать. Всем пока.